Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших встреч, раскрывающих историко-культурный ландшафт Казахстана. С учетом тех возможностей, которые стали доступны благодаря исследованиям Гизата Табулдина и, Марат Скинович, вашей непосредственной помощи. Расскажите, пожалуйста, чем вас заинтересовал ученый-исследователь Гизат Табулдин, каким образом вы решили поддержать его исследование? Ну, мы с Гизатом Табулдином больше 10 лет общаемся. Он первый раз обращался по изданию книги. Мы вместе издали книги и потихонечку занимаемся вот этими историческими фактами, чтобы наши дети, внуки, правнуки знали об истории наших предков. Историю, значит, мы, казахи, если честно сказать, потеряли, несмотря на то, что с Алтая начинается много, значит, дел, которые наши предки делали. Начиная даже с того, что первый металл начали добывать там, 2,5 тысячи лет тому назад. Ну, вот в тот раз Елена Самашевым, когда встречались, он сказал, даже нашел месторождение, место, где 2,5 тысячи лет тому назад наши предки плавили металл. И за счет того научно-технического прогресса наш Атила взял Европу. Значит, и наши предки показали свою силу и мощь. Значит, стрелы наконечников были железные, значит, копии, значит, были передняя часть железные, сабли были, железные доспехи были, и стремена, которые, значит, дали возможность вести боевые действия на лошади. И даже я, значит, своей супруге когда-то годиков 30 назад рассказывал о том, что, значит, вот этот миф и грех, Греции, когда читал, кентавры, это, говорю, наши предки, потому что у страха глаза велики, когда, значит, на лошади наши предки скакали, они видели здорового мужика на лошади и так далее, а голову лошади не видели. И вот им показалось, вот поэтому и кентавры получились, говорю. Ну, это, дорогая часть, это, значит, история, но самое главное, то, что мы с Геодатом Тауллиным начали заниматься, это главная наша задача, чтобы наши дети, внуки, правнуки знали о исторических делах наших предков, что мы не люди, которые, значит, сошли вот с этого, с дерева, а люди тоже, значит, гамма-гамма-сапиенс, которые мы имели достойное место в истории человечества нашего. Вот, и когда многим рассказывают, что многие вещи, которые делались в Алтае, вот первый кирпич там делался, значит, вот эти срубы, значит, то, что на нас делались, вот, там, значит, даже колесо было придумано на нашей территории, и все оказалось, что, значит, будто бы в Европе многие вещи сделаны, или там, в Древнем Египете, или, значит, в Ближнем Востоке где-то, а многие вещи были, значит, произведениями у нас, вплоть до бани, значит, хотя, значит, есть вещи, когда говорят, вот, там, русская баня, говорит, там, значит, русская береза и так далее, но фактически береза, это, значит, наше, как говорится, дерево, хайм, это хайм, значит, хайнаха, хайната, и вот, значит, когда молодых знакомили, ози березы, и там волосы им завязывали молодым, потому что в те времена и парни носили волосы, и вот они завязывали, и там их, значит, первое бракосочетание было, вот хайм, вот хайм, вот это, значит, береза. Очень глубоко, символично, да, вот эти вот слова имеют такую смысловую нагрузку, не просто дерево, не просто береза, хайм, да, а именно родственность какая-то. И когда вот в 1975 году, когда я в институте учился, купил я две книги Улзаса Сулейменова «Азья», и в то время я даже не подумал, одну отцу купил, он был писатель Аскен-Набиев, мой отец, вот, и, значит, принес домой, одну ему, одну себе, и потом через некоторое время шум начался про эту книгу. Эта книга по тем временам очень дорого стоила на черном рынке, многие найти не могли, а у меня дома было, и я когда начал читать о том, что, значит, как слово о полковой Игореве, значит, Улзас Умарович, значит, переводят, и тогда же он написал о том, что тысяча одно слово, хочешь написать книгу, вот недавно день рождения его проходил, во время турнира встречались, он еще эту книгу не завершил, хочет завершить, и вот многие слова, они нашего происхождения, там, значит, казна, сабля, значит, алтен, кощей, значит, многие-многие слова нашего, значит, казахского, ну, чурского происхождения, и многие об этом не знают, и даже есть у Анатолия Бушкова книга «Чингисхан и неизвестная Азия», и он там, он пишет, значит, кто такие русские, и он пишет, русские одно из тюркоязычных народов, которые с Алтаи вышли пораньше, потому что столько заимствованных слов не может быть, там, кафтан, сарафан, бешмет, и пошло-пошло, значит, да, вот, и поэтому вот эти карты, которые вот мы с Гизатом Табулдиным вместе купили, это наследие, значит, для наших потомков, и показывает, что, что было до этого, первая карта 1776 года, последняя карта, значит, экспедицию они делали в 1916 году, но в 1916 закончили, в 1923 году, в 1916, значит, ее перепечатали, и там можно видеть, сколько населенных пунктов было, вот, значит, населенные пункты, которые находятся на территории, значит, моих предков, вот, Степногорск, Ахсул, сейчас, значит, вот эти Алексеевские районы и так далее, если по ним смотреть, сколько аулов было, и все исчезло в один миг, и, значит, и мы, это 16-го года, и вот карты, начиная от 1776 года, кончая этими картами, можно проследить историю нашего, значит, Казахстана, и даже есть места, где, значит, показаны, они офицеры того времени, российские картографы, они были очень грамотные люди, и все, каждое, значит, место, это, писали, и, значит, фиксировали, да, фиксировали, и, значит, наносили карту, вот могилы, вот могилы, могилы, значит, Женбих Хана нашли, вот, благодаря этим картам, мы нашли, значит, могилу Кири Хана, значит, нашли могилу, где захоронен мой прадед, значит, со стороны мамы, Сагнай, знаменитый Сагнай, Сагнайден Асн, все знают, казахи, где, значит, в 1895 году убивает, значит, знаменитую лошадь, это, Ахансеря Кулагера, и, значит, и он, значит, место его, значит, захоронения, это его захоронение в 1895, в 1894 году, и, значит, и это место мы благодаря этой карте написали, но там картографно написали Сагнай, а мы Сагнайд пишем, а у нас Сагнайд эти русские офицеры написали, и вот 19 октября 2019 года мы вот вместе с Гейзатом, значит, Абулдином поставили там меморальную, не меморальную, камень, и даже камень, он как раз, Хакенг нашел этот камень, около больше 12 метров было, мы ее, значит, пока обтесали, поставили, и вот эту карту, где, значит, вот этот кусок, где показан, значит, могила Сагная, мы туда внесли, чтобы показать, что мы не голословно, а вот благодаря этим картам, что у нас была история, что, значит, даже я смотрел карты, значит, средневековья, вот это европейские и так далее, там вот в верхнюю часть везде Тартария пишут, понимаете, и, значит, Северный Ледовитый океан, это наших предков, значит, считалось, и так далее, да, а в те времена многих государств, которые сейчас вот говорят, их нету, а наши предки были, и, значит, начиная от Марка Пола, значит, других, значит, вот этих, как говорится, римских разведчиков, значит, они приезжали, они видели, что у нас есть, и вот на ихних картах тоже обозначено, что было замечено, а в данный момент оказалось, что все говорят, что у нас истории нету, что мы, значит, оказывается, значит, не имели такую территорию, многие теперь говорят, что будто бы нам какие-то подарки сделали, которые, значит, никто не делал, это мы, может быть, подарки сделали, даже кем рисковался от слова Кумер, Харьков от слова Харкоп, Саратов это Сартау, значит, даже вот, ну, я не знаю, это точное название или нет, ну, есть такие высказывания, что вот слово Москва, откуда? Один говорит, Москвю, значит, сидят в Золотой городе, говорят, Хадем Рамз, Москвю говорим, вот, и поехали, значит, в Москву. Тюмень, да, да, тюмень, а тюмень, дегон, сёс, или, значит, да, тюмень, дегон, нижняя часть. И вот, вот эта карта, карта, которую мы приобрели, мы с ГАКе приобрели больше двух тысяч экземпляров, значит, карт в Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, в Москве, Петропавловске, в Алмате. И сейчас вот мы в общую собираем, и к тому же Рязат Табуллин, он по первому образованию географ, он в России учился, а не где-нибудь в ауле, вот, и в этих делах разбирается. И сейчас мы многие вещи там находим, которых даже, значит, многие даже представить не могут. В тот раз в вашей передаче я видел, значит, он как рассказывал о том, что насчет пирамид даже. Кто-нибудь, может, сказал, ну, что у нас у казахов здесь пирамиды есть, или, значит, подземные реки какие-то, да, значит, водопады, другие вещи. И вот это как раз вот нужно нашим детям, внукам, правнукам показать, что предки были величайшие люди, и, значит, они оставили огромный след. Это не только там, значит, наш Атила, значит, Культеган, Бельгахаган, значит, это Хабамбайватар, Бугамбайватар, значит, и другие, как говорится, величайшие. Это и Чингисхан, Батыхан, и Хобулай. И даже если так разобраться, наши предки, вот Хабулай, внук, значит, Чингисхана, и, значит, Батыхан создали два величайших государства. Значит, Хабулай создал китайское государство, и первый юань он произвел, и, значит, налогообложение он, перепись населения он делал и так далее, и объединил китайское государство. А точно так же Батыхан создал, значит, как говорится, российское государство, он объединил их, и отдали они собирать дань, возможность московскому, значит, княжеству. И они собирают, не только себе собирали, это, Золотой Орде, но и себе собирали. Через некоторое время бабки появились, и они, значит, заимели войска и стали московским, значит, государственностью, государством. И многие вещи в истории, сейчас я смотрю, вот то, что сейчас вот евро, ну, так сказать, евроцентризм, значит, они представляют, что европейцы это самые цивилизованные, великие люди и так далее. Если честно сказать, история, цивилизация идет с востока. Об этом никто крепко сейчас не говорит, но теперь уже понимают, и нам надо переписать историю, и, значит, рассказать все то, что как было, и даже вытащить все эти карты, и в этих картах показать, значит, как наши предки в те времена строили города. Вот, значит, города солнца были. Вот Аркаим, значит, город, да. Я вот Лисаковский, вернувительный комбинат держал, и у него тоже был маленький, значит, городышко и так далее. То и времена хоронили людей наши, значит, круговую, потому что мы поклонились солнцу, мы были тигряне, и, значит, и хоронили в таком виде и так далее. Места были для жертвоприношения, есть такие, значит, места. Даже вот эта жертва приносили, значит, этот, вот она в виде фаллоса сделана, значит, я тогда помню, это 96-е годы, и когда мы его отправили, значит, в Санкт-Петербург, и выяснили около двух с половиной тысяч лет этому жертвовному, значит, столботу. И нашли там материалы, значит, где захоронен был, значит, наш скифский, значит, воин, значит, ну, один из военачальников, там нашли материал, которому больше двух тысяч лет. И мы туда, когда отправили, значит, в Карганинский, значит, в Карганинский университет, был и там ученые вместе, значит, и вот даже вот место, где одно я показал, значит, они выкопали, я их потом трактор давал для того, чтобы, значит, ее это вытащить, и они написали ее, значит, Курган-Набиевский. Понимаете, мои фамилии написали? Вашливый историк. Да, Вашливый историк. Это Курган-Набиевский, я должен был там захоронен быть-то, а здесь получается вот так вот название написали. Ну, одну проблему уже меньше. Да, конечно, вот уже есть Курган, так что можно не беспокоиться. И вот поэтому карты, они могут многое говорить. Они историю нашего народа показывают. И, значит, и название мест, захоронений и так далее, там название даже рек, значит, озер, значит, возвышенности и так далее, это, значит, говорить о новом. Живая история? Это живая история, карту надо уметь читать. Значит, вот то, что, значит, мой друг является, таки, картографом, это, с одной стороны, нам повезло, с другой стороны, он и историк, и, значит, вот многими историческими бумагами, ну, данными, значит, Чингисхана, его потомков занимается, это не каждый это делает. И сейчас я смотрю, да, конечно, сейчас историков стало много, каждый пишет по-своему. Вот я, значит, почти 36 лет, 37-й год занимаюсь историей жизнедеятельностью балван-шлака, про него я такие вещи читал, ну, удивительные вещи, значит, которые не может быть. Потому что сейчас каждый дома сидя, значит, не ходя, не смотря, не ездили, значит, в архивах не работали и так далее, пишут различные истории. Вот я в архивах, значит, работал, этого, в Омске, Петропавловске, здесь, в других местах, значит, я даже в Омске, когда в архивах, когда работал, смотрел, я нашел, значит, блокнот сотника, и, значит, он описывает, в одном ауле было и так далее, и я погрузился, как будто я присутствовал, значит, вот вместе с ним в этом ауле. Он прям так красиво, хорошо написал, и, значит, и вот даже, вот, Рязат Табуллин мне привез очерки Акмолинской области, и там я нашел, значит, фразу о том, что в степи, говорит, есть некоторые люди уважаемые, которые, значит, и вот так его уважали, говорит, когда после коронации Николая II, значит, и Паннур Магомед Саагнаев возвращался из Санкт-Петербурга, значит, весь аул за 100 километров вышли, значит, раньше, и, значит, там поставили юрты, и его встречали, значит, там. Сейчас кого, какого там областного, значит, Акима или кого-нибудь вот так будут встречать. Да, те, которые за власть свою боятся, значит, они-то, конечно, пойдут встречать, а вот чтоб народная любовь была. Вот мой прадед как раз со стороны мамы, Паннур Магомед такой был, Саагнаев, он, значит, в 1925 году, значит, похоронен, вот здесь, в Степногорске, я ему Мазар поставил, значит, в 95-м году. Там, межбоченьки, теперь она принята, как говорится, охрана памятника архитектуры, значит, смотрит за ней. Вошел в список, да, 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 в список, и там есть родник недалеко, потом дальше вот Саагнаев, его отцу, значит, поставили в мир, почему он родился в 1819 году. Надо же, вот в 2019 году мы как раз вот камень поставили, как раз в 200-летие. Мы даже не думали, как-то символично получилось. Так что карты это нужны, это не для нас, а для всего нашего народа, и показать, что, значит, все-таки, значит, история у нас есть, была, и наши дети должны знать об этом. А то мы в советское время читали, нам говорили, что у вас ничего не было. Даже когда в 75-м году книгу Улжаса Сулейменова зачитал «Азия», я был горд, что, значит, в Атраре была вторая порция Александрийской библиотеки, библиотека в мире, понимаешь? Это был большой, да, как бы, фактор такой важный. Вот было, значит, для меня как бальзам. И, значит, я тогда говорил, значит, некоторым людям, когда меня унижали, говорили, что вы никто, вас мы сделали. Тогда я говорил, когда мои предки смотрели, значит, следили за звездами, писали философские трактаты, значит, писали, значит, эти математи... Да, решали математические задачи и, значит, и разбирались в медицине, а ваши, говорю, предки еще в лаптях ходили. Это нельзя так говорить, что, значит, унижать кого-то, говорить, что будто у вас ничего не было. Если честно сказать, вплоть до водки наши предки на молоке делали. Вот этот казан, да, вот, значит, казан, его кипятили, крышка, и вот этот шумок порвает, шумок, и, значит, это первочек как раз, вот, значит, парам вот этот. А потом первое, значит, от 5 до 10 градусов было, до 20, а второе больше, а третье перегонка уже больше 40 градусов. И что интересно, значит, наши предки пили эту водку, но никто из них не болел и генетический код не разрушался. А потом, когда россияне пришли, они приучили нас, значит, к своей водке, пшеницы и так далее, мы теперь начали терять, значит, свои, многие, значит, свои качества нормальные. Даже, значит, вот этот Саха, Саха, говорят, да, значит, плуг был придуман в Алтае. Значит, наши в то время вот этот ячмень сеяли, проса сеяли, рожь сеяли, значит, даже яблоки и винограды в Алтае росли. Об этом никто не говорит. Вавилов писал в своих книгах, вот распространение. И пшеница как раз вот 55-56-е, значит, северной широте, вот на этой территории, вот северный Казахстан, западная, вот северный, значит, Сибирь, вот это на этой, до Алтая, вот на этой территории пшеница росла. Вавилов говорил, не кто-нибудь простой. И вот на основе вот этих данных мы должны по крупицам восстанавливать историю. И карты в этом деле помогут. Прекрасно. Действительно. И я думаю, что значение этих карт будет не только для наших поколений казахстанских, оно может иметь и важный такой международный резонанс, даже в определении границ, территорий. Это будет ответом на те самые, допустим, выпады со стороны необразованных политиков, которые говорят о том, что Казахстан состоялся недавно, что он не имел ни государственности, ни земель, о тех самых подарках, почему-то звучат речи. И вот в данном случае карты расставят точки над «и», как вы думаете? Карты расставят точки над «и» в полном смысле этого слова. Дело в том, что есть карты, которым раньше я показывал. Вот даже наш Алтай взять. Мы все с Алтая, все вышедшие. Значит, со стороны Казахстана живут казахи, со стороны Китая живут казахи, со стороны Монголии живут казахи, со стороны России живут казахи. Теперь многие там алтайцы, многие из них стали Иван Ивановичем, Сидор Сидоровичем и так далее. Они, значит, верят тигрянцу и так далее. Но весь Алтай, если так раз, это живут наши, как говорится, казахи живут. Вот это фактически. Но они разделены. Ну, если честно сказать. Искусственно разделены, да? Да, искусственно. Всего каких-то политических при этих обстоятельствах. Да, значит, дело в том, что далеко ходить не надо. Вот дома, значит, Арман, ты, вот, если коттедж имеешь, забор, ты где будешь ставить? По периметру. Да, где у тебя есть земля, ты забор поставишь. А китайцы где? Великую Китайскую стену поставили. Значит, вот до этой территории была территория наших предков тюркоязычных. А дальше был Китай. И мы вот из-за того, что раз прибыли среди наших тюркоязычных народов, потому что никто не хотел подчиняться друг другу, ну, под другими могли жить. И вот в результате мы эту территорию потеряли. В том числе, вот Алтайская часть Китая, Алтайская часть Монголия, значит, Алтайская часть России и так далее. Понимаете? И в данный момент у нас имперских самашек не надо. Нету. И нам этого не надо. Дело в том, что у нас территории и так хватает. Мы девятое место в мире по территории занимаем. У нас столько есть, сколько другим не снилось. Но, значит, должна быть историческая справедливость. Здесь, значит, если первая, значит, столица у нас была в Оренбурге, еще когда Ленин своим родственникам Пурпера, значит, наши алашардинцы, значит, защали эту территорию, там был Оренбург, наша территория, ну, потом, значит, ушло. А где подарки? В Омск тоже наша территория была. Мои родственники Киреи жили там, на Омской области и так далее. Тюмень тоже, значит, и так далее. Откуда? Если, кажется, это не говорит о том, что, значит, сейчас будем границы делить и так далее. Надо, чтобы было историческое справедливость. И те, которые, вот вы правильно сказали, насчет того, что неграмотные политики. И еще, с другой стороны, мы в этом мире живем один раз. Наши дети пришли в этот мир, внуки, там правнуки будут и так далее. И от того, что сейчас вот оттяпают территорию, кто будет, значит, от этого выиграть? У России одна шестая часть земной суши. Пусть остальную часть территории переведут в порядок. Я не возражаю. И у нас сколько территорий. Мы давай свою территорию переведем в порядок. Потому что здесь хватает всего. Нам не надо ничего, терет территорий. И как, помните, песня была, не нужен мне берег турецкий, не нужна мне другая страна. Нам не нужно. Вот давай приведем в порядок. И еще, мы всего столько лет жили, значит, по соседству в мире и согласии. Зачем нам это нужно? И даже Улжа Сулеймена в своей первой книге, я до сих пор помню, он писал. Историю пишут историки. И по-разному, кто захотел, так и пишет. С другой стороны, значит, не пишется, что в истории столько столетий народы между собой жили, значит, с другими согласиями. А то у нас история получается, история войн. История тогда вот нашествия была того-то, того-то, там битва того-то и так далее. А почему мы не пишем, что мы столько столетий жили вместе, значит, в дружбе и сотрудничестве? Вот, вот, правильные акценты. Значит, этот, даже Иван Грозного, значит, мать была, значит, как говорится, казашка и так далее, да. Значит, там многие родственники, значит, были наши и так далее, да. И они не просто так. Они, как говорится, были сватами, значит, по соседству жили, друг друга поддерживали, ходили друг к другу, гости. Почему так не жить-то? Чего сейчас не хватает-то? Ну, ладно, занять какую-то территорию, Оттяпуль и так далее. Но что там будут делать? Ну, Крым сейчас, вот, за Крым и так далее, понятно. Ну, Крым-то никто не знает, что это наша территория была. Это золотые арты территория была. Это, как говорится, Лукашенко в тот раз правильно сказал своему, ну, раз такое дело, надо казахам отдать, значит, Крым. Не нужен нам этот Крым, не нужна нам эта Донецк, ничего не нужна. Нам, главное, не мешайте, мы чтобы вместе жили. И вот в этих делах вот эти карты показывают, значит, нашу историю, показывают все, что было. И вот те карты, которые есть в Ватикане, надо их вытаскивать и показать надо. Многие не показывают. И еще, вот эти курганы, которые есть, да? Вот у Мурата Аджи многие вещи расписаны и так далее. Значит, вот курганы, значит, в Англии. Откуда курганы? Курганы вот отсюда, начиная, с этого Алтая, значит, как раз в Великого Войнах. Да, традиция захоронения. И вот так, да. Вот традиция захоронения. И это показывает. И еще, если я сейчас скажу о том, что викинги наши родственники, ну и все скажут, вот у Мурата Набиева голова, значит, поехала в них тучи. А фактически, если так, они наши родственники. И даже срубы, которые были поставлены, односкатные и так далее, вот эти, да? Или двухскатные и так далее. Эти были поставлены у нас. Что есть у нас в Казахстане, что в Алтае, что в Норвегии, что в Швеции. Одни и те же. Тот же формат. Тот же материал. И еще. Железо кто придумал? Отсюда пришло. Поэтому, значит, мы должны знать свою историю. Без истории нет будущего. И мы должны поднять дух нашего народа, значит, и показать, что мы не рабы какие-нибудь. Мы не за дворках истории были. В истории наши премьи участвовали. И в таких делах участвовали, которые другим не снилось. Плоть до Индии. Я когда в Индии был, значит, мы с супругой, значит, смотрели, они делают, значит, обряд. Вызывают духов. И потом бросают туда, значит, рис. И этот говорит, свага-свага, говорит. Я говорю, что не субхай, это по-нашему, свага-свага. Это по-казахски. Субхай, это когда деду, значит, бабушки кому-то, значит, специально держат, значит, как говорится, товар мясо. И значит, говорит, ну, а там на сабараса, ну, а жеб нам сабараса, ну, на рашем дакуи и так далее. Вот свага-свага. Дань уважения, подарок. Да, это для этого держится. А здесь вот, вот о чем говорит. Этот бабур не просто там он находился. И значит, тажмахал тоже не просто там появился и так далее, да. Значит, мы в истории человечества, значит, так сказать, наши предки играли роль. И об этом мы должны говорить. Цивилизационную роль. Да. Очень большую важную. И многие вещи еще. Мы потеряли свою писанность. Это дальше мы, раньше были руны, значит, тюркские руны. Вот Куль-Тюген, да, Бель-Вихана. Вот я там был, значит, вместе Десем Караваевичем Кассииновым, как раз мы на 800-летие Чингисхана ездили. Мы видели то место, где на турецких, турских рунах написано, а с другой стороны на китайском. Вот. Но спасибо, что, значит, приема Галита с Мараметовым привезли в Евразийский университет, копию сделали, показать, чтобы наши дети видели. Вот. Это правильно было сделано. Понимаете? Чтобы, значит, показать, что у нас было все. И даже пайса, которую давали, значит, наши, значит, чтобы караваны шли туда-сюда и так далее, там это было написано на наших рунах. Тюркские. Да, тюркские. И даже слово тигри, там, да, первое, то, что расшифровали, да, это не просто так. И мы не должны говорить, вот мы, значит, такие, такие и так далее. Нет. Мы должны взять то, что было, показать и потом уже дальше делать. А в данный момент, значит, наши дети должны своим умом показать, что они достойны, значит, к потомке наших предков. Ну, наша задача им об этом говорить, показывать, доносить. И это, Арман, ты правильно говоришь насчет этого? Дело в том, что мы должны показывать таких людей, значит, глыб, которые у нас есть. Не только то, что до этого ушло. Вот это современность. Вот Улжас Умарович Сулейменов, да, вот недавно было, значит, ему 85 лет. Или Тохтар Аубакиров, герой советского, космонавта, легчеиспытателя, легендарная личность. Вот будет ему 75 лет. Или Аман Сволуш Шабдарваев, человек, который, значит, всю жизнь, как говорится, поддерживал, значит, патриотов и так далее. И сам патриот, вот, волейбольную команду, значит, возродил, занимается и так далее. Он делает историю, значит. Вот или, значит, Десек Арабаевич Хасиинов, да, он, значит, первый казах, который международную организацию возглавляет. И, значит, столько лет сидит, значит, как говорится, столько делает для распространения, значит, как говорится, историю, культуру нашего, значит, народа. Так же то, что Туркестан сделали, значит, столицей, духовной столицей, тюркского мира. Вот это его заслуга. Это большое достижение. И вот, значит, например, Бекет Тургараев, значит, он в Ченгозе Ченгента, недалеко в этом, поставил в этом районе, значит, памятники, Жалангаш, Жалангтос Бахадору, Дургимы и так далее, значит, там столько он сделал, матери, значит, матери, значит, этот памятник поставил, 16-метровый, да. Сейчас Алашардин, там, значит, 9 человек ставит, значит, эти памятники. Для чего? Он не для того, чтобы, значит, себя возвысить, а для того, чтобы дети, внуки, правнуки, значит, знали об этом деле. Вот таких людей надо, значит, поддерживать, говорить. И, значит, есть у меня еще Асистан Абдулович Колыбаев, это величайший ученый, значит, человек, который придумал теорию, что 12 часов дня гора Аллатова поднимается на 2,5 метра. И ни одна ракета без его теории не поднимается, ни одна ракета не приземляется. Это наш казах придумал. Вот, субботу только у меня был здесь. Вот мы здесь, с ним сейчас новой технологией занимаемся. Те вещи, даже у него придуманная технология, ну, представь себе, нефть, вырабатываем при 70 градусах. Со школьной скамей мы знаем, вот 350 градусов, там, то, что, в начале легкие фракции, потом и пошло. А здесь при 70 градусах, даже рука у тебя, значит, как говорится, не обжигаться. Понимаешь? Чай и то горячее. Да, чай и то горячее. Поэтому, тех людей, вот даже вот, значит, Гизат Таболдин, да, если честно сказать, он патриот. Значит, он, значит, семью не тащит, он из семьи тащит, чтобы, значит, оставить в истории, значит, человечество, наши, как говорится, значит, деяния предков. И каждый день этим делом занимается. Вот, патриоты нужны. И даже вот мне, понравилось, что вот именно вот такие передачи ты, Арман, делаешь, это для того, чтобы наши дети знали, кто мы, кто были, кто есть и кем мы будем. Все верно, абсолютно верно. Вот. Именно для этого существует наш портал. Именно для этого мы встречаемся с такими людьми, как Гизат Таболдин, как вы, чтобы люди конкретно знали, вот не просто какие-то пустые слова. Да, у нас великая история. А в чем ее величие? А в чем ее глубина? А именно в том, что мы находим и показываем и раскрываем, были такие события, были такие люди, такие деятели. Вот. они живые, свидетели истории. Они делали, они существовали, они добивались, боролись за независимость, они добивались, боролись за права казахского народа и так далее. Вот. Именно такие материалы, мне кажется, они более важны. И, кроме того, на мой взгляд, необходимо больше уделять внимание истории регионов. вот именно не столицы, а вот вся история, она именно находится в простых вот местностях аул, жидевая, да, или еще где-то. То есть, такие, казалось бы, окраины, периферия, но фактически это те памятные, сакральные места, которые наполняли энергетикой людей, которые там родились, которые давали им силы на какие-то подвиги, на какие-то свершения. И вот именно карты показывают, где находятся такие места. И я думаю, что вот если будет поддержка доведена до конца, то Гизат Абулдин сможет реализовать свой проект, экспедицию, вот, чтобы донести до научной общественности, до простых людей, вот, те простые, скажем так, истины, которые раскрывают историю, страницы нашей истории. Ну, я думаю, что значит, сейчас вот в данный момент вместе с Гизатом Табулдином у нас по 11 областям уже подготовлены материалы, мы остальные значит материалы будем готовить. уже 4 показали, да, вот, и с другой стороны мы хотим выпустить атлас, в атласе будут показаны значит все эти регионы, это будет большое, как говорится, там может быть несколько тому будет, но в красивой бумаге расписаны будут, и каждый может найти на этой территории захоронение своих предков, значит, места сакральные вот эти, да, и то, что вы правы насчет того, что, значит, нам надо показывать, вот я очень благодарен судьбе, что я познакомился и общаюсь с Зенулой Самашевым, доктором наук, исторической личностью, величайшей археологи, следователь. Берельские вот эти раскопки, я там бывал и смотрел, я этот табыт смотрел, и даже многим говорили, э, гроб-то это первый у нас был, значит, вот на дерево, значит, сейчас он находится в музее и так далее, шесть вот этих лошадей, сбруи и так далее, вытащили, привезли, которые оттуда, и эти места, значит, надо скрупулезно, значит, исследовать надо, туда нужно, значит, выделять определенные средства, деньги, показать, что это история нашего, значит, нашего государства и народа. И вот, например, значит, Лутал, там как раз вот Аллаша хана, значит, Баты хана, значит, Жоша хана, значит, эти захоронения и так далее, и все это показать надо, и вот Туркестан, значит, то, что начали поднимать, Хошелуха, Жахмед, Ясави и так далее, вот Амар, Стамбаб, другие места, значит, и места, я вот в этом, в восточном, этот, западном стороне, где, значит, Хобланды, Батыры и так далее, значит, вот место захоронения, значит, великих людей, значит, на территории северных областей, центрального Казахстана, восточного и запада, мы должны показать, плодом, бекетата, значит, суфистов, те, которые, значит, принесли определенную, значит, лепту в духовном развитии нашего, значит, народа и так далее, все это надо показать, и этим делами должны, значит, заниматься, это не простые люди, такие, как я, и Хтабуллин, а, значит, государство должно выделять определенные средства, деньги, и этими делами должны ученые заниматься. Профессионалы. Да, профессионалы, которые должны ездить и так далее. То, что положено, значит, мы будем делать, и, как говорится, спасибо Визату за то, что он, значит, по многим вопросам вот сам занимается, значит, и многие вещи, значит, он поднимает, а это надо на государственном уровне. Если честно сказать, вот мы говорим там, рухани, жангру и так далее, а не языком надо, жангру и так далее, значит, надо, значит, делами. Да, мой дедушка говорил, а узбен шапхан, что языкопулаты, языкопулаты. Значит, что не языком мы, значит, говорили и делали, а руками мы делали и показывали. Значит, коз курка, колбатр, надо делать. И по крупицам надо собирать. И даже, я, значит, вот в Эрмитаже был, во многих музеях был, значит, России и других местах. А там, многие, значит, экспонаты, это наши. Ну, ладно, тайхазан привезли и так далее. Но остальные, это есть только экспонатов, о которых, значит, как говорится, которые надо сюда возвращать. Да, есть, которые, значит, теперь возвращаться не будут. Но есть такие экспонаты, которые являются истиной нашим. Вот есть полное собрание сочинения Шоханова-Лиханова. Когда я баллон-шолахом занимался, я, значит, вот читал, смотрел, и, значит, и там пишется, вот один этот губернатору пишет бумагу, есть такие-то, значит, есть вещи, которые надо, значит, отправить в Эрмитаж, значит, в ауле Сагная-Зесова пишет, а фактически Есан, Сагная-Зесова, значит, в ауле, значит, других, вот эти, султана такого-то, султана такого, имеются вот такие вещи, которые надо, значит, отправить в Эрмитаж. Понимаете? А вот в Омске есть ружье Аблайхана, значит, где? Кенесары, Кенесары, есть, значит, это, вот, наших даже ее копию хотели снять, но не могли, наверное, снять, да? это, Кенесары, это наших, конечно, конечно, вот такие вещи надо возвращать, да, вот, может быть, мы определенную сумму, значит, воплотим, или, значит, есть у родственников Бугамбайбатыра шлем, в тот раз мы с 102-го Бакируемезили, и так далее, значит, вот шлем, значит, и доктор Бакируемезли, одетьте, он говорит, нет, я не имею права одевать, и так далее, говорит, шлем, значит, нашего знаменитое Бугамбайбатыра. Значит, есть многие вещи у людей, значит, их надо собирать, и, значит, ставить музей. Еще, значит, у нас была идея вместе с этим, значит, наших предков, начиная от, значит, Муде, значит, Тамирис, значит, этот, Чингисхан, Батыйхан, Хабулла, и всех, вплоть, значит, Бельгер Хаган, Кольтеган, и так далее, всех, и в конце, значит, таких людей, как Улжас Суременов, Токтор Равбакиров, там, другие, значит, современников, современников туда, большую, как говорится, сделать музей. И, значит, там должно быть интерактивные, значит, вот эти, как говорится, места, экраны, и там показывать. Значит, вот здесь, значит, вот наши предки скифы жили, вот здесь, значит, саки наши, так называемые, и так далее. Вот здесь массагеты, значит, да, вот здесь были какие-то предки, здесь вот, Бодет, значит, воевал за эту территорию, значит, вот Культыган, значит, вот на этой территории, и он, значит, вот до Желтого моря, как он пишет, значит, мы имели, значит, территорию, и так далее. Это ведь история. Да. Показывает ведь. Это не просто так. Значит, и вот это все мы должны, вот позе Астаны, сделать большой музей, в котором кто-то приехал. Они, многие считают, что, ну, казахи, кто там, значит, ладно, хорошо сегодня, вчера наши, значит, финна выиграли, значит, мы были гордые чемпиона мира, наши, значит, казахи выиграли. Ну, это один день. Да, один день. Но все равно. Но внутри-то приятно. Или, значит, вот я с 11 лет воспитывал чемпиона мира по шахматам, Дармена. Он в 11 лет пришел, я ему говорю, Дармен, значит, все чемпионы мира и евреи, ну, как-то неудобно, но один казах должен быть чемпионом мира. Ну, и вот, значит, я его воспитывал, а потом, значит, Болот Асанов, наш первый гроссмейст, говорит, Маке, у него, говорит, с этим, с теорией не очень говорит. И потом он стал чемпионом Азии, а потом гроссмейстера Юркова я пригласил сюда, два месяца он обучал его. Потом, значит, во главе с Долматовым три гроссмейстера обучали его, значит, в Москве. И тогда я держал как раз Лисаковский грандмейтинг комбинат, значит, оттуда приехал, когда отец позвонил, что у него деньги кончились, с Лисаковского приехал в Челябинск, в Челябинск, в Москву, со всеми, значит, наличными деньгами рассчитался с этими гроссмейстерами. И в 98-м году ему надо было ехать на чемпионат мира по этому шахматам. В Индии было как раз вот как-то тоже, значит, особенность какая-то, значит, знаковая, можно сказать. И вот, когда я ему говорю, ты едешь? Он говорит, Марат Асенович, денег нету. Я говорю, вот я с тобой никого послать не могу, ты готовься, я вечером приеду, утром приеду, деньги дам, заказывай билеты. Приехал, утром позвонил, они вышли с отцом. Я ему дочь Марка отдаю в 98-м году. Я говорю, езжай, армян, и докажи, что мы казахи тоже в Homo sapiens. И вот тогда, до окончания одного тура, значит, он стал чемпионом мира среди молодежи. Такого парня не имел полтора миллиарда Китай, 150 миллионов Япония, ни Северная, ни Южная Корея, значит, ни Сингапур, Малайзия и так далее, никто. В Азии он был второй, а среди мусульман был первый. И вот, если бы дальше он шел бы и так далее, он стал бы чемпионом мира среди взорных. И если так разобраться, каждый казах это философ. Каждый казах математик. Каждый казах шахматист. Стратег. Да. И вот, между прочим, я уже, как он был, я когда был вице-президентом шахматной федерации с 2005 по 2009 год, я тогда, значит, в 2006 году вместе Аблаем, значит, Астамбеком заходил Браганем Атимова, министром было, значит, я говорю, давайте внедрим шахматы во всех школах. Он говорит, и так часов не хватает. И можно все часы убрать. Шахматы мы ведем, наши дети, внуки будут самые умные. И когда вот, вот здесь фотография есть и Рюбежинова, он три года там приезжал, Кирсан Николаевич, вот он, когда приехал, значит, у Астамбекова мы открывали шахматную школу, и когда я рассказал, что мы хотели, он говорит, ты знаешь, я когда был президентом Калмыкии, в 1996 году своим указом внедрил шахматы. И тогда за год успеваемость улучшилась на 36%. А почему мы это не делаем? И вот, куда-то мы в том году, в 2019 году я снова написал, новому нашему президенту, давайте внедрим шахматы. Нет? Не хотят почему-то. Значит, вот это письмо еще в то время, значит, написанное. Вот я, как говорится, это, вот. И, значит, мы чем можем быть знаменитыми? Знаменитыми мы можем быть своими личностями. Вот я уже несколько раз повторил, повторял там, значит, Ура Сулеймен, Токтор Робакиров, значит, Айсуан Абдулз, значит, Аман Смагулз, там, значит, Дичем Харабаевич, весь мир узнал, кто такие казахи, когда в Китай поехал наш Димаш. Никто здесь его, значит, гноили, вообще, значит, как бы, критиковали. А теперь весь мир, эй, теперь украинцы, американцы, французы, китайцы на казахском поют. Думаю, один сделал столько. Или, значит, как говорится, Ренат Нелюбаев, вот, который, значит, в Москве показывали закрытыми глазами, рисовал. Думаю, все рукоплескали ему. Вот такие люди нам нужны. Мы должны показать, что мы непростой народ. У нас просто так, значит, простой народ, он не может вывести на величайшую, значит, арену знаменитых людей. Это вот такие люди. И мы в данный момент, даже то, что я говорю, вчера в хоккее выглядели, это тоже, значит, показывает, значит, силу, мощь, возможно, да? И вот мы, вот, каждого должны воспитывать. А не так, значит, вот, все будут там, все говорят, вот, президент был, а он был президент. Нет, вместо президента одно. Должны быть такие, как Улзат Сулеймен, Докторова Бакирович, Димаш Кудайберген, Баскаларся. Вот, должны быть. И даже должны мечтать, вот, стать таким, значит, корреспондентом, и, значит, и деятелем, как ты. Вот, или, вот, Хайнар Волжай, он в ауле пас, значит, как говорится, баранов. И он, значит, оттуда поступил, потом вернул. В то время заставляли, комсомолская бригада была, его заставляли, значит, оставляли. Почему? Это советская власть. Они, значит, вот, 10 классов кончили, им аттестат не давали, они там, значит, занимались, через некоторый время молодые ребята, девушки, женились, и там оставались всю жизнь пасли баранов. Им нужны люди были, которые пасли, должны были баранов. Политика партии была. А этот, значит, все-таки он лежа, значит, пас, читал книги, приехал, значит, поступил к Азгу, потом стал знаменитым, значит, как говорится, писателем. И вот тогда я его заставил написать книгу, в общем, я об этом забыл, написать в этом. Я говорю, напиши книгу, чтобы ваульские ребята знали, э, вот что ты в ауле пасли баранов, и потом стал, значит, генеральным директором, значит, этого Хавара. И каждый так сможет. Так, понимаешь? И он написал книгу, кой бах кан хим. Понимаешь? И вот на этих примерах мы должны показывать. А у нас где эти, значит, так называемые, как говорится, великие, мы о них не говорим. Вот даже вот насчет космонавтов-то взять, да? В России каждый космонавт каждый месяц 10 тысяч долларов получает. А наш Штоктар Равбакиров что получает-то? Никто не знает. Никто 5 копеек не было. Но первый наш казах. Значит, он первый наш азиат, первый мусульманин, первый тюркоязычный, между прочим, его, значит, в 2000 году назвали тюркоязычным, человеком второго тысячелетия среди тюркоязычных народов. Об этом ты, Арман, знаешь? Не знаешь. Это большое достижение. Нет, ты об этом не знаешь. Ты человек, который, значит, многое знаешь, а об этом не знаешь. Почему? Потому что нельзя говорить об этом. А нам надо говорить. У нас должны быть вот эти алмазы, точнее, бриллианты наши. Они должны не только здесь, они по всему миру должны цвести. Если мы своих не уважаем, кто нас будет уважать-то? Хорошо, что такие, как Димаш, поехали, значит, за кордоном показали себя. Или там Ренат Илюбаев поехал в Москве и показал себя. А здесь кто его знает? А вот здесь у него картины висят. А эти картины можно за десятки тысяч долларов продавать-то. Поэтому начинаем вот от карты, кончая, но все, она взаимосвязана с историей, мы должны рассказывать своим детям. И они должны гордиться, что родились на этой территории и что они являются будущими продолжателями нашей истории. Отлично. Большое спасибо. Это очень хороший посыл и самая, наверное, важная, ценная идея нашей сегодняшней встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова